Опять же, мотивация, как и говорилось ранее. Как мы говорили, как мы говорили, что важно иметь правильную мотивацию. Мотивация должна быть соответствующей, мухаянской. Мотивация должна быть правильной мотивации Махаяна. То есть, ради блага всех существ, во что бы то ни стало, я должен, или я должна, или мне необходимо, во что бы то ни стало, как можно скорее достичь совершенного пробуждения. А для этого я буду служить превосходную дхарму. И с такой мыслью давайте трижды произнесем четверостишее Сангечу Цурма. Дамма джумайяна. И с этим думать вы повторяете, вы рецепт о преследовании, и вы вытаскиваете в эфире. Добавил субтитры DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 можно share вEEE в СПаю КИДИК и ЦЕНФОН СТУКОМ. Завторы魅力 ability to buckle в СПАЮ КИДИК и ЦЕНФОНОВ. ого пришп dit трон �iesилей, в каком табличке у нас сегодня existение, и вот у нас есть прямые говорили, которыеthey учатся на народе. Теперь мы вернемся к этому слову, который означает «боку» и «нофе». Это объяснение. «Поливал на тебя непрерывно потоки нектара прекрасных речений, сжатую сущность ума победителей трех времен». Все-таки они в трех временах. То есть каждый день без выходных на воскресенье, субботу или понедельник Маджуши непрерывно излагал непространно многословно. И это как бы немного разжижено, а сконцентрировано короткими фразами. Очень четко и ясно излагал самую суть замысла «буд всех трех времен». И вот к такому учителю, который получал такие наставления, я с мольбой обращаюсь, к тебе обращаюсь с мольбой, говорит Ки Дубжи. Маджуши. 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 Он также лицезрел и Майтрею. И Майтрей его также оботрял. как например цонка по очень много советовался с манджуши о том как ему написать ламрим тот же самый и видимо во время написания какого-то текста цонка по из-за трудностей либо же непонимания людей в какой-то момент пришел в уныние и тогда майтрея как бы поддержал его словами в этом мире для лотосового сада учения муне ты подобен солнцу победителя то есть если представить учение будды шакимуни как пруд в котором растут множество лотосов без солнца они начинают увядать когда из-за туч выходит солнце после долгой непогоды этот сад как бы расцветает вновь вот таким же образом из-за ошибочного понимания недопонимания сомнений в целом учение ему не приходило в упадок и вот пришел цонкапа и устранил ложное понимание недопонимание и сомнения как бы объяснил что как есть постановил все это дело и с такими словами непонимание недопонимание ложное понимание непонимание и сомнений так уж правильно с такими словами в яви то есть она его аджита надха майтрея аджита надха это непобедимый покровитель майтрея вдохновлял тебя цонкапа имеется ввиду и прославлял к тебе обращаюсь с мольбой туб дэн пэм мэдсээлла джигдэн дэрэ кюни гави нима чешээ мэпан гэмбэ кюллэн хунсэнду угжун чуду ма ласо ван дэп вот ластров 16 и 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 В этих словах, «Вся член, Аджуто Натра»… Аджуто Натра. Аджуто Натра. Аджуто Натра. «Натра» митрыа, «там спира и ты делал твоя ренома». «Я поделюсь к тебе с днем». Здесь мы видим, в последнее время, что Зон Капа был бы послужить и послужить Монтжушри, для создания Леннери, но Метреа был также очень присутствием. И, аппаратно, когда на композиторе, Зон Капа, у Монтжуни, у него был момент... Он не знал, где, по-другому, на композиторе. Он чувствовал немного... Он чувствовал немного... И вот, к этому моменту, Мекреа поддерживала свои слова. И когда мы говорим о jardине и лотусе, и « ты будешь sembлable в солнце в Пикторию», это означает, что лотусе началось с фамилией, потому что в лотусе и лотусе, и лотусе началось с фамилией, и лотусе требовало солнце, чтобы флорироваться. И вот, сон капа, он был сравнен с фамилией, потому что он пришел, и он мог сделать так, чтобы лотусе могли флорироваться снова. И это было в периоде, когда лотусе, и, может быть, он был разумен, и, может быть, он был разумен, и, может быть, он был разумен с фамилией, и, ажи-та-на-ак-тра, это означает, «л инвансибл протектор, и гейтан-эпитэр» и гейтан-эпитэр. Следующие четверостишие, шестнадцатые, получается, да? Семнадцатые. А, семнадцатые, опять. Это о том, что сон капа благословляли и многие индийские махасидхи прошлого. Сараха, Луипа и многие прочие махасидхи, видевшие победные стяги тел бесчисленных победителей. То есть, здесь тело Будды как бы олицетворяется с победным стягом. И вот эти махасидхи, Сараха, Луипа, Тилопа, Наропа и так далее, хотя, да, видели многих Будды в прошлом. Вот это имеется в виду. Видевшие победные стяги тел бесчисленных победителей, явно благословляли тебя. Вот эти многие махасидхи. Поэтому с мольбой обращаюсь к чистейшему, к лучшему человеку. Явно благословляли, то есть не во сне, а наяву, когда Цунгапа не спал, они проявлялись. Когда он что? Не спал. Будда стал. Они проявлялись и даровали ему благословение. Например, когда Будда Полита благословила его своей книгой. Да. Да. На 17-е стропе, она объяснила, как Цунгапа был уничтожен по-другому, по-другому. Он проявлялся. Он проявлялся. И умерла от них. Он проявлялся. Он проявлялся. И умерла от них. Продолжение следует... Насчет победных стягов. Обычно, когда нужно указать кому-то, что эта территория принадлежит тому-то и тому-то, или эта территория захвачена, там ставится знамя. Будды, они всегда присутствуют везде. Но когда это происходит как демонстрация для существ, они проявляются в физическом облике. И таким образом, как бы демонстрируют, что он здесь. Поэтому это подобно победному знамени. Открыть верный ремень. Открыть верный ремень. Открыть верный ремень. И что мы находим эти ремень и так далее. И что Бурдад будет отсутствовать. подавление 18 получается когда почтенные нагарджуна арийадева буддуполита и чендракирти даровали благословения ты в тот же момент отбросил все загрязнения ошибок относительно глубокой тхарматы к тебе обращаюсь с мольбой это было после того как они то есть цунгапа его ученики закончили затворы в долине олка чуну цунгапа на рассвете как раз читал трактат буддуполита и в какой-то момент он увидел перед собой опять же не как это туманная дымка а четко ясно увидел буду в окружении нагарджуна арийадева буддуполита и чендракирти и чендракирти выдвинулся вперед и благословил цунгапа вот этой своей книгой и в тот же момент все какие-то недопонимания относительно истинной природы явлений которые возможно были еще в потоке ума цунгапы устранились и он обрел настоящее понимание пустоты истинной природы явлений а Продолжение следует... 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 И если мы даже после долгого изучения обретаем какое-то представление о пустоте, нам кажется, что пустота и существование – это два каких-то взаимоисключающих понятия, что одно отрицает другое. Или оно есть, или его нет, нам кажется. Осознавание того, что это есть, потому что это пусто, и это пусто, потому что оно есть, нам кажется чем-то непонятным. Для этого наш ум как бы скачет, пытается осмотреть предмет с двух сторон, и скорее у нас какой-то когнитивный диссонанс, наверное, будет. Скорее к когнитивному диссонансу пойдем. Но, на самом деле, у нас есть способность понимать это. Например, когда мы смотрим на отражение Луны в спокойной воде, ведь мы видим точно такую же Луну, как и та, которая на небе, как настоящая. Если бы не было вот этих условий понимания того, что мы крепко стоим на Земле и понимаем, где Земля, и что Луна у меня под ногами не может быть, что для того, чтобы посмотреть на Луну, мне нужно задрать голову, а не опустить и прочие какие-то дополнительные вещи, мы могли бы и запутаться, возможно. Но осознавая все это, мы видим то, что на первый взгляд не отличается от настоящей Луны, но мы, не задумываясь, понимаем, что это не настоящая Луна. Мы видим настоящую Луну, как будто бы, но понимаем, что это не настоящее. Понимаем, что это отражение. Мы смотрим в зеркало, как бы, мы примерно помним, как мы выглядим. Смотрим в зеркало, видим, и мы думаем, это я. Но в то же время мы понимаем, что это не я. Там это отражение. То есть мы воспринимаем объект такой же, как настоящий, но понимаем, что он не настоящий. Вот такой способ, как бы, восприятия у нас есть. Он присущ. И способ восприятия пустоты примерно такой же. Понимание ее, то есть восприятие объектов такими, какими они кажутся, но через это понимание того, что они иллюзорны, они пусты. Про обладание таким, уже таким уровнем восприятия Цонкапой говорится в следующем четверостише. Прекрасным созерцанием в этот лишнее высшего самадхи погружения Дхарматы, тут запятая нужна, подобный центру пространства, ты даже, а вот откуда это вы, в период после созерцания ни на мгновение не отвлекался от подобного иллюзии ума. К тебе обращаюсь с мольбой. То есть даже когда Цонкапа сосредоточена, однонаправленно созерцал истинную природу Дхарматы, даже в этот момент его ум воспринимал иллюзорность явлений. То есть вот это как бы двойное видение. Не дуальное как бы, а как раз сразу вот эти два в одно сливаются. Когда? Угу. Ну да. А, да. Я неправильно объяснил. Что, слово? Не совсем. То есть, благодаря тому, что Цонгапа сосредоточенно, однонаправленно созерцал истинную природу явлений, он обрел опыт понимания того, какие они есть на самом деле. И, выйдя из этого созерцания, опираясь на этот опыт, он стал видеть иллюзорные явления, то есть, он стал видеть явления, то есть, такими, какие они кажутся нам, но при этом понимать их иллюзорность. То есть, так же, как мы смотрим на отражение Луны и понимаем ее иллюзорность, а вот когда мы смотрим на какие-то вещи, нам кажется, что они настоящие. Так ведь? А Цонгапа уже воспринимал все явления как иллюзию. Благодаря тому, что он прошел, отдал опытом вот этого созерцания тхарматы, подобные центру пространства. Ну, тогда вот это я про пустоту не говорю, просто то, что вы потом сказали. Нет, все вместе. А? Просто последние вот эти две строки, я не так понял. Я слушаю. Докторая. На 19-е стrophe и следующая. В этом 19-е стrophe, Он сказал, что санкапа, когда он медитировал, он был пленен в глубокую медитацию на самадхи-супрэм, он медитировал на самом деле на самом деле, он действительно понял, как он был этот фейн-мэн. И это база на этой эксперимене, что если мы понимаем, как мы понимаем, он понимает, что они были иллюзии, как когда мы видим, как мы видим, как мы видим, как мы видим, что мы понимаем, что мы понимаем, что когда мы видим, что 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 мы видим, как мы видим, разогласно, как мы понимаем, как мы понимаем, что мы понимаем по сравнению на лунхи, как мы понимаем право, по сравнению с твой самим, И это благодаря этой медитации, что Центабин понимает, что эти феномены были, как мы их видим, как мы их видим, но они также были иллюзии. И так, в 19-е строке, он написал, что благодаря этой замечательной медитации в Санаде Супрэм, о том, что дарма-тур, sembлable в центре мира, даже после этой медитации, ты не был раздавлен в один момент, из этого эспирая, подобной иллюзии. И я обращаюсь к тебе с длительностью. С мольбой обращаюсь к превосходному гуру, который неотличим от победоносного владыки Ваджатхары в различении таковости, то есть понимании таковости, распознавании, в различении таковости океана разделов тантры, то есть в распознавании различных разделов тантры. Окончательном и окончательном смысле всех прекрасных речений могучего, то есть Будды. То есть обращаюсь к тому, кто, так же как Будда Ваджатхара, полностью, досконально понимает все тонкости различных направлений тантры. И то, что, как бы, окончательный смысл всех прекрасных речений могучего, то есть Будды Шакемони, имеется в виду, что, в принципе, можно сказать, что больше, как бы, даже, все, что говорил Будда, хотя вроде бы по объему из того, что сохранилось это с утра, но тем не менее все это направлено на то, чтобы, так как все это направлено на то, чтобы индивид, который изучает это, достиг нирваны, достиг совершенного пробуждения, то а так как это окончательное совершенное пробуждение достигается только лишь через практику тантры, следовательно, и все, что говорил Будда, направлено в конечном итоге, либо же как подготовка к тантре, либо же сама тантра. А, как бы, подготовка, это все равно, как бы, в итоге приводит к тантре. Да. А, да. А, да. Ту би лэкши кунг ги тарто ба кюде кянсу дини йерва джеба ла. Кяо ва кяо дар тури чанг ванг данг и ермир лама чо ла сован дэ. То есть можно за пищевое струка как... « l'on ne peut distinguer du victorieux seigneur Vajratar » « dans la distinction de l'incitent de l'océan des parties du tantra » « dans le sens final de toutes les merveilleuses paroles du Puissant » donc ici, ce que cela signifie, c'est qu'on ne peut pas distinguer И тоже, с disciplesи, садятся на Санкапа, который мы не можем разобрать от Будрак-шрак-шрак, который понимает абсолютно все, 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 все. И, когда мы говорим о Пустисти, то Пустисти, это Буда-шакимунь. И, что, до нас случилось, И так же, все эти слова, которые мы имеем в форме сутра и сатрата, и все эти слова, они имеют объективно, они имеют объективно, чтобы иметь все эти элиты в эваке, чтобы им иметь эваке. И это происходит через участие сутрами и сатрата. Так что этот объектив, в конце концов, это для того, как мы говорим о тярке, то есть все это для представления и для того, чтобы сделать образование, китайские помехи, которые в их тярке. С мольбой обращаюсь к тому, кто должным образом узрел глубокие и важные моменты двух стадий окончания пути и сделал сущностью своей практики воплощение их смысла. Таким образом, каким прежде в этой стране, то есть в Тибете, никто еще не пробовал. То есть имеется в виду… Сунгкапа впервые в Тибете до конца понял смысл наставлений. Это, получается, Нагарджуны и Арьадевы о способе воплощения иллюзорного тела на основе ветра ума, помните, что это такое, проходящего по стадии четырех пустот. Он это понял, осознал, как это делается, то есть на основе, опять же, наставлений, оставленных Нагарджуны и Арьадевой, просто они были недопоняты, как бы, сделал их сущностью своей практики и достиг пробуждения. В общем, практиковал так, таким образом, каким прежде никто не практиковал, и выплатил иллюзорное тело. Существует наставленное тело наставленное тело. И так далее. И так далее. и на самом деле, как мы могли реализовать тело-производство. И это то, что позволяет, благодаря рекламу о революциях, который прошел статус с четырёх факультетов, то Санкапа решает это, благодаря исследованию Нагаржуна и Ариадева, Он делал основание своей практики, и он практикал, как никто не практикал, и, благодаря этому, он мог реализовать тело иллюзивное. Далеко отстранившись от всех обыденных видимостей и пристрастий, неколебим восприятие всех проявлений, как игры круга мандалы. То есть Цонкапа в своем созерцании божественной гордости достиг такого уровня, что полностью избавился от обыденного восприятия явлений. Он мог даже в размере зернышка горчицы увидеть полностью мандалу, обитель и внутри нее обитателей. Увидеть их четко, ясно, не перепутывающихся. Когда мы пытаемся представить себе что-то маленькое, оно у нас как бы сливается обычно, так ведь? Опять же, когда мы смоем на что-то маленькое, нам кажется, что все смешивается. А представить себе это еще сложнее. Цонкапа мог и таким образом увидеть все детали. Все детали. То есть он мог увидеть, скажем, ресницы или брови у божества, которые находятся в мандале размером с эту горчичное зернышко. Или, можно сказать, даже порой на коже. Или даже порой на коже. Каждый волос не спутанно мог видеть. И в то же время все свои элементы тела он тоже воспринимал как различных божеств мандала и дама. Все элементы тела. То есть земля, вода, огонь, эти органы чувств, сами чувства, точнее, ветра основные, второстепенные каналы и прочее. И через это он полностью избавился от восприятия как внутренних, так и внешних явлений, как обыденных. Он их воспринимал как бы чистым взором. Поэтому он все формы, недушевленные формы, воспринимал как божественную мандалу. Всех существ воспринимал как божеств. Все звуки воспринимал как мантру. То есть как... Был неколебим восприятие всех проявлений как игры круга мандалы. Или в круге мандалы. В кругу мандалы. А, да. Благодаря. 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 Они могли бы видеть все, чтобы окружить, чтобы точки зрения, и даже нижней стороны на их теле. И они могли, в таком случае, видеть все элементы, которые из тела пом sprinting, в которых их гандалата, шейцы, іги, или элементы, земля, свет, etc. И он видит все это, и он видит это очень просто. То есть, он видит все формы не-анимы, все вещи не-анимы, он видит как те, кто был в Мандала. Он видит, как все аниме-анимы, он воспринимал их как деитей, и все сонки, которые он мог услышать, они воспринимали их как натрас. Это у нас было о том, что он прошел в стадии зарождения. Дальше. Про стадию завершения. С мольбой обращаюсь к тому, кто наделен важным умом, втянув в канал о ватхоте течение ветров измышлений и узрев таковость ясного света пустоты всего, а все проявляющееся, как игру высшего великого блаженства. Набор слов ничего не понятно, так ведь? Итак, Цонкапа обладает важным умом, так как, пройдя до конца стадию зарождения и направив свое внимание на практику ваджанного тела, это отсылка к тому, что изучайте стадию завершения, что такое зубрим, тогда узнаете, что это такое ваше тело. Так, сосредоточим внимание на ваджанном теле. Он смог остановить течение ветров измышлений, 84 тысяч измышлений, то есть это грубый уровень мышления. Перевести его на более тонкий, то есть как бы всосать или ввести все ветра в центральный канал, не только ввести их. Временно они у нас могут протекать по центральному каналу, но у нас они там не задерживаются. Он их там зафиксировал и растворил в нерушимой капле в сердечной чакре, то есть втянул в канал о ватхоте течение ветров измышлений. Перейдя на этот уровень, проходя постепенно через три пустоты, он проявил и четвертую пустоту таковости ясного света. Ага, вот тут таковости ясного света, пустоты всего. Эта четвертая пустота как раз и является. Опять же, обретя опыт вот этого переживания, его способ восприятия опять же изменился. Теперь все, даже как бы выйдя из этого созерцания, все, что он видел, все проявляющееся, то есть все явления, он воспринимал как игру высшего блаженства. То есть единство блаженства и пустоты, которое проявилось в виде всевозможных форм звуков и почек явлений. Повторяю. 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 Комментарии или руководство на стадию зарождения и завершения Дзогрим. Комментарии, он смог разобраться и расстроить все эти звезды на центральный канал. То есть, может быть, это может быть, что все эти сады будут проходить по центру, но он успел их расширить и иметь, и потом их расширить в форме для губы прементальной. И так, он перевернулся эти три факультета и пришел на четвертый уровень факультета, который был институт в светлой луне. И с этой экспертизной факультет, его percepción, снова, когда он вышел из этой позиции медитации глубокой, с изменением. И, наконец, он мог видеть все эти факультеты, как этот ясно-супримый в светлой луне, и это единственная факультета и факультета, которые реализуются в форме всех этих факультетов. И так, эта струха следующая. « Я надеюсь, с помощью того, Продолжение следует... Дальше попроще будет. Вроде бы. С мольбой обращаюсь к прибежищу всех миров, которые, владея мощью бескрайних благопожеланий, искусными методами, без усилий, спонтанно приводят бескрайние собрания учеников на радующие победителей путь. То есть... Цонкапа является прибежищем для всех сфер существования. Точнее, для обитателей всех сфер существования. И он в прошлых своих воплощениях совершал множество различных благопожеланий, и сейчас воплотились их результаты, поэтому он владеет мощью этих бескрайних благопожеланий. Опять же, будучи крайне... Обладая крайне развитым интеллектом, он владеет всевозможными искусственными методами. И через это без каких-то усилий, спонтанно. То есть для того, чтобы кому-то помочь, он не сидит по нескольку дней, не думает, как бы это сделать, а естественным образом воплощает это. И помогает не одному, не двум ученикам, а бесчисленному множеству. Таким образом, спонтанно приводит бескрайние собрания учеников к пониманию того, что такое сутра, к пониманию того, что такое тантра, и каким образом это практиковать, что нужно делать. Не только к пониманию интеллектуальным, на интеллектуальном уровне, но и к практическому применению этих знаний, что, соответственно, и радует победителей. И обоснованием этому являются предсказания, наверное, данные Ваджрапани. Забыл этого махаситху, который жил на южной скале, как бы. Как живу? Когда к отцу пришел, так? Не-не-не, другой. Там Ваджрапани в стихах говорит, еще издревле имеющий тесную связь с держателем, нет, с Ваджрой, держателем таинств, нет, еще издревле имеющий тесную связь с карма-Ваджрой, держателем таинств, вот этот Лобсан-Дакпа, воплощение всех Будд. Приняв облик одинокого пандиты, разъясняет смысл сутры тантр. Однозначно или определенно именно он достигнет пробуждения. В Индии, в Китае, в Тибете, в Индии, в Китае, в Тибете, в Центральном Тибете, это получается в Амдо, это северо-восточный Тибет, и в Кам, это юго-восточный Тибет, во всех этих странах он будет принимать рождение. и приводить к освобождению всех скитальцев. Манджушри – его превосходное божество, Асарасвати – корма-ваджра. Да, корма-мудра. Асарасвати – его корма-мудра. Определенно, именно он достигнет пробуждения. Он соберет святых, множество святых учеников. А когда бросит это тело и уйдет в Тушиту, он станет слушателем Тхармы, предстоящим перед Майтреей. Он уйдет в Тушиту и станет слушателем Тхармы, предстоящим перед Майтреей. То есть, он, стоя перед Майтреей, будет слушать Тхарму. По имени Манджушри Гарбха. Милосердный ко всем существам Почти закончил. Милосердный ко всем существам дойдет до конца десятой земли. Он дойдет до конца десятой земли. Ну вот, на основе этого предсказания и написано это четверостише, так сказать. Вот это. Это слова в Джапане. Это слова в Джапане, а вот это слова Кижиджи. Итак, очень считаю, что Итак, мы приезжаем на 24-е стропе. А на 24-й строке, здесь мы говорим, что Цонкапа, и, наконец, он объявляет всех людей, которые живут, которые живут в различных сферах. И, в принципе, все это, результаты, все разные ренессансы, какие-то действия мертвые, которые могли бы выполнить. И, сегодня, в своей жизни, это результаты все эти действия, в таком случае, что, с эссиром, с ней, с ней, абсолютно замечательный, и позволяет им мащрисеть все эти методы в таком-сфере, Он может реализовать и понять спокойно все проблемы, и поддержать множество детей. Он не нужен один, а потом другой. Он может объяснить все, и все это объяснить. И все это объяснить, на то же время, сутра и сутра. И сутра и сутра, он может объяснить не только теоретически, но и все это объяснить, как он может объяснить все объяснения для работы. И это благодаря этому, что сон капа, наконец, радует всех. И так, что сон капа, который следует следует... Я вылечу его потом, но и все это объяснено, но и все это объяснено, что сон капа, на основном, на основном, которые были созданы в Вашапани и которые были следующие. Так что, у него еще очень много связи, связи с дитентом из секретов. И, в общем, Дарпа, он представил и персонажей всех бодхазов. Он имеет ладуру с детьми, который входит в сутра и тантрас. И, именно, он может быть влезли. В Индии, в Киеве, в Тибет, в Ланду, в Тибет, в Каме, в Тибет, в Каме, в Тибет. И он вернется, и он именет на свободу всех людей. Монжошри, он будет его святой, и Сарасвати будет его карма-мутра. Он будет достигнутым воскресеньям, и он соберет вокруг него множество. И когда он отдохнет этот тел, и он будет в земле Тушута, он будет слушать дарма, и он будет встретиться перед Мэтрэа, и он будет иметь Монжошри Гарба. Он будет мислик для всех этих человек, и он будет достигнутым до конца земли. Так что, на основном, в основном, в церкви, в церкви, в церкви, в церкви, в церкви вышившись, Я надеюсь, что у всех людей, которые, благодаря употреблению и силу, в том числе и силу, и без усилий, и без усилий никакого способа, приведут спонтанно огромные объекты на дорогу, на дорогу. И вовремя. С мольбой обращаюсь к Тебе, ставшему солнцем, озаряющим три дисциплины, теорию и практику всех возвышенных тхарм-победителя, когда в силу шраманства, разъяснения и практики лишь словесных описаний, от учения Муни осталось только название. То есть, в то время, когда учение Будды свелось только лишь к тому, что лишь разъяснялось на словах, что нужно делать одними. Другие, не изучая, что нужно делать, только лишь что-то делали. То есть, просто делали не изучая, да? То есть, одни считали, зачем созерцать, когда нужно изучать. Вот нужно много-много знать, и вот этого достаточно. Другие говорят, зачем чего-то изучать, тратить время на какие-то изучения, когда нужно созерцать. И таким образом, от учения Будды осталось лишь одно название. То есть, как будто бы тьма покрыла учение Будды. И вот тут восходит солнышко. Дорогой Лама Цунгкапа. И озаряет его, объясняет, что такое три дисциплины. То есть, что такое дисциплина нравственности, дисциплина мудрости, созерцания и дисциплина мудрости. Изъясняет, что такое теория сутры, что такое теория тантры, что такое практика сутры, что такое практика тантры. И через это, как бы, устраняет эти ложные, ошибочные восприятия. Об этом также, как бы, предсказано в Манджушри Мула-Тантра, по-моему. Да, это коренная тантра Манджушри. В коренной тантре Манджушри. Но там, опять же, сложный текст, еще и переведенный. И еще там обыгрывается слово «известный» или «прославленный». «Прославленный» – это вторая половина имени Цунгапы. Лобсан Джахпа. Вот это «Джахпа» значит «прославленный». Прославленный обладатель первой буквы. Первая буква – это «А». «А» – это, возможно, имеется в виду, как бы, сжатый смысл поражней параметры. Пустота. То есть, обладатель понимания пустоты. А также… А где это тут, да? Нет, я говорю, это уже из предсказания… Это не предсказания, а это коренная тантра Манджушри. А там написано, что он будет таким известным и обыгрывается со словом «джахпа», который значит «известный». Там известный обладатель первой буквы. А, понятно, всё. И известный в усердии… Первая буква «А». Ну да, имеется в виду «А». Но тут не сказано, что это «А». Тут просто сказано «известный обладатель первой буквы». Просто я пытаюсь объяснить, что такое первая буква. Первая буква – это «А». «А» имеется в виду краткий смысл поражней параметры. Имеется в виду понимание пустоты. То есть, обладатель первой буквы – это тот, кто имеет прямое понимание пустоты. Итак, известный обладатель первой буквы, известный усердием в обетах, прояснитель учения учителя, то есть, имеется в виду будущего иммуния. Когда, или в то время, когда на земле это учение придёт в упадок и станет невидимым? Либо же неуважаемым? Там два смысла. И станет неуважаемым? Ну, как бы, да. Невидимое или, как бы, то, на что не смотрит, как бы. То, что не светится. То, что не светится, не блистает. Вот это слово, как бы, обыгрывается. Не блещет. Тогда он… Тело учения… Прекрасное тело учения… Он, как бы, выявит, проявит, в чём нет никаких сомнений. И в этом нет никаких сомнений. Так. Он предречён обрести все пробуждения. Или ему предречено, как бы, обрести все пробуждения. Он обретёт моё высшее пробуждение. Он станет донатором вселенной. То есть, будет одаривать вселенную Дхармы, имеется в виду. И завершит три существования. То ли это имеется в виду, что он приведёт на путь Дхармы… Как он? Приведёт смерть на путь Дармакайи, промежуточное существование на путь Самбога Каи и рождение на путь Нирмана Каи. То ли что-то другое? В этих шифровках не всегда понятно, как бы, напрямую. Приведение трёх состояний на путь Дхармы Каи. Помнишь? Да. То есть, приведение смерти на путь Дармакайи, приведение промежуточного существования на путь Самбога Каи и приведение рождения на путь Нирмана Каи. Так, у нас четыре перерыва? Три. Как три? Смерть каждого и… А, нет, нет, да, да. Так, ладно. То есть, приведёт к завершению эти три существования. Угу. Проявляя усердие в сутрях… О, нет, в мантрах и тантрах, вот так, наверное, в мантрах и тантрах будет распознан или узнан как хозяин или владетель славы. Владитель? Славы. Славы. Угу. Обладатель славы, имеется в виду. Ну вот, на основе этого, опять же, у тебя 114 стиши. Угу. Таким образом, как мы получили в прошлой строке, которая была базована на книге Ваше Рапани. В 25-м году, это будет базовый тентрин-расильный Манчушри, как Матэнгро-на-Цитет. Итак, здесь мы говорим, что Сонкапа пришел в один момент, когда ученый Буда-шакимуни был развиваться. И это правда, когда мы не знаем, что делать на основе ученого Буда-шакимуни. Некоторые сказали, что нужно изучить, потому что нужно медитировать. И другие сказали, что нужно изучить, потому что нужно изучить. И, в конце концов, не осталось только ученого Буда-шакимуни, что нужно изучить. И здесь, когда Сонкапа вернула, он задавал их сенсы на три тряновых областных тряновых 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 трях, которые будут спешить, медитацию и сажение. Добро пожаловать на теории сутра и сантра, и он объяснил как практиковать сутра и сантра. И это было предвидено в «Тантра-расиль» Монт-Жошуи, который говорит следующее, что «аррируется, который знал, что есть первая литра». Это не так, что когда мы говорим о «аррируется», «аррируется», это означает «селевр». Так что, он имеет первую литру, это литр 1, что делает фраза на парамита, и также делает фраза на фразе, который имеет правую литру, что имеет правую литру, И это он, который будет выжать, объяснить, что он учится, и он учится, что он учится, когда на земле учится, он учится, что он учится, не проникнется, не проникнется и не будет ни разъяснений. И тогда он будет ресурсать, безусловно, и он будет предоставлено все восемь. Он будет восемь, и он будет освободить университет Дарма. И он будет также закончить три существования, которые которые являются смерть, по-моему, Дармакайя, по-моему, Бардо, по-моему, Самбогакайя, и по-моему, по-моему, Нирманакайя. И он будет... И он будет рекомендуем как матор на реноме «демантра» и «демантра». На основном, по-моему, этот тантра-ракин, в Манжошри, он говорит на 25-е стропе, которая следует... Он говорит, что ты становишься солнечным, и улучшивая трех дисциплин, теория и практики, и дармасы супережи, и уничтожение. Когда у Муни, он не остался только название, а потому, что объяснил и практики в Сраманах, только описывающие тексты. Это очень важно. был почесть собой среди ищут такие печеньки туда миндзам самара гербиды лапсунг лунду и калвер там чайку кигине мартин асфорды следующее когда твой ум начал осмысленно склоняться к тому чтобы свернуть в этом поле расположение тела то есть когда цингапа понял что увидел что всех учеников которых нужно и можно было привести к освобождению он уже довел до нужного уровня дальше уже таких как бы соответствующих унички учеников не осталось он осмысленно пришел к вы к мысли что пора покинуть это место точнее не покинуть это место а с точки зрения обыденного восприятия свернуть проявление грубого тела в этом мире то есть имеется ввиду что только по никогда никуда не уходил обретя завершающие пробуждение как это дальше будет описано в следующем четверостише и и как бы в абсолютном смысле проявление его тела теперь не сворачивается не убирается никуда но с точки зрения обыденного восприятия он явил как бы действие похоже или изображающие уход смерти когда он только подумал об этом о том что пора уже это явить вир то есть в этот момент произошли эти странные как бы чудесное явление то есть веры дакине и сону богов то есть возможные божества заполнили пространство дарами и просьбами не уходить в нирвану к тебе обращаюсь с мольбой что было дальше следующем 4 стиши а сан шин 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 дир гуи губани не вер дула кючу шоби цэ бао конрю хатсо чу бай сам я нам ка кан ла сон ван дэ сан шин 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 ш что все святое десут, которые он учил, у них были ваше святое, и он понимал, что не было ни ваше десутае, ни ваше десутае, ни ваше десутае, которые могли бы уничать этот уровень. А ваше время, он сказал, Он сказал, что он не был партий, потому что он был умнепресен, но, с другой стороны, он начался сказать, что он был источником, в этом направлении, в этом направлении его тела. И так, в факте, он лежит, но это дано, но это дано, это дано, это дано, это дано, это дано. И так, это то, что мы видим, в этот 26-е строве, где он говорит, Когда твоя сердце начинает осознать, в этом направлении, в направлении тела, Гираля и Дакхимия, и множество дьевов, облитых обслуживающих обслуживаний и притягивающих от нести в нирбанин. И я обращаюсь к тебе с детьми. Ты явил Дармакаю ясного света, когда твое тело стало сгустком света, а в Бардо ты явил иллюзорное тело сам бога Каи, с мольбой обращаюсь к обретшему высшие ситхи. То есть тут говорится, что Лама Цонкапа обрел совершенное пробуждение как ваджатхара, так как в течение жизни, наверное, получается, он довел до идеала наставления по смешению, или слиянию, может так надо перевести. Наставление по слиянию – это слияние или смешение смерти с Тхармакай, промежуточного существования с сам бога Каи, рождение с Нирмана Каи. Это как бы вот эти три, вторые три – это слияние глубокого сна без сновидений с Дармакай, сна со сновидениями с сам бога Каи и просыпание с Нирмана Каи. Опять же, когда созерцаются стадии умирания в нормальном порядке, как это происходит при умирании и доходят до созерцания ясного света, это первое слияние. Когда из ясного света созерцаем четыре пустоты в обратном порядке, то есть, а созерцаем четыре пустоты в прямом порядке и доходим до созерцания ясного света – это первое слияние. Когда созерцаем четыре пустоты в обратном порядке и доходим до созерцания сам бога Каи – второе слияние. И когда из этой Самбога Каи проявляем, опять же, созерцание Нирмана Каи, это третье слияние. Таким образом, как бы девять слияний получилось у нас. Первое слияние, потом ясный свет в обратном четыре пустоты. То есть четыре пустоты, ясный свет раз, это как смерть, то же самое. Обратность из ясного света через четыре пустоты Самбога Каи. Это второе. Ага, и из Самбога Каи проявление Нирмана Каи. Это третье слияние. И всего девять получилось. И так как он в течение жизни довел до совершенства наставление по практике слияния этого, что в момент смерти, пребывая в созерцании ясного света смерти, он уже наяву, то есть по-настоящему не просто в созерцании воображения, а по-настоящему, как бы реально проявил Дарма Каю из, как ясного света, примера, что ли получается. Да, пример, который является, как бы, конечной стадией уединения ума. И как внешний признак этого, его тело превратилось в сгусток света. Кому-то он виделся, как бело-желтый, а кто-то видел, как красно-желтый. Ну, то есть кому-то желтоватым, кому-то оранжевым. Этот сгусток был похож на, как бы, кусочек Луны. Дальше, по завершении пребывания в состоянии ясного света, у обычных существ после переживания ясного света обычно начинается бордо, промежуточное существование. Цонкапа же здесь проявился сначала в нечистом иллюзорном теле, которое состоит из умоветра. Состояние ясного света, в этот момент ведь его ум, наитончайший ум, как бы присутствует. Вот этот наитончайший ум ветер сначала проявился в виде нечистого иллюзорного тела. И уже на основе вот этого тела, как на опоре, продолжая свою практику, он проявил сам Бога Каю. Ну, то есть достиг пробуждения. То есть проявил чистое иллюзорное тело. Чистое иллюзорное тело. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok